я спустилась в одну область человеческого сознания а следовательно и своего тела никогда мне не приходилось видеть ничего более трусливого слабого и жалкого это видимо часть клеток или сознание живущих постоянных опасениях в страхе и в тревоге это действительно ужасно что вы туда спускаетесь сегодня перерыве поговорили кругом страх кругом опасений по малейшему поводу значит это в нас сидит и мы настолько этим увлечены мы даже не замечаем что мы живем в этом мы живем в страхах живем в опасениях и все время как бы чего там не произошло и все время новые новые нам эти самые вводные даются по всем органам и системам да все у вас не так вы бы давно уж померли если бы это было на самом деле от страха во всяком случае кажется бы здорово вполне для больная цветущая подходит женщина и говорит а надо ли мне ходить к врачу она цветет вот прям буквально все вы пышет здоровьем я удивляюсь ну как так можно а красивый ходить их бесплатному они не очень красивые но не навредят по крайней мере а к платному пойдете там все красивые они очень элегантные все задача что вас ужалить запутать прибрать к рукам и как паук чё делать жертвы сосет 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 там все красивые там некрасивых не берут ладно это темные регионы подсознания где гнездятся тревоги страхи опасения там царит атмосфера пораженческая и вот именно эти регионы подсознание темные мрачные не должны быть трансформированы вот той силой той энергии которой мы открываемся и рога энергия сил доходит туда все это у вас обнажается значит хорошо даст сил это достало вот эти слои ясно вы должны с пониманием это пройти то есть не обращать на это никакого внимания все пусть это все выйдет на поверхность обнажиться и сгорит и до тех пор пока вы будете поддерживать энергии внимание вот эти пораженческие настроения это будет ну это как масло подливать в огонь не знаю керосин или чё там добавлять внимание свои то не сгорит никогда не будете обращать внимание сгорит ясно я же вам простые вещи обычные будете обращать внимание будете в дров в костер подкладывать а так он прогорит и все кончится ясно очень просто это по-детски я вам объясняю на самом деле это так вы все пристально обращать на внимание то есть становится уже смыслом жизни для некоторых их надо высветить и уничтожить без следа прямо на месте и тем самым подсознание ваш очищается это удушающее наследие нашего эволюционного прошлого там страхи страхи вот самых первобытных вот этих одноклеточных существ они всю жизнь боялись всего у них задача выжить размножиться и покушать у людей главная задача примерно такая же только у тех денег не было тот еще с деньгами есть проблема ну лишняя головная боль в отличие от одноклеточных микроорганизмов у людей отличаемся мы правда так вот если этого не произойдет если это не сгорит там на месте в подсознании то вся эта мерзость будет постоянно поддерживать в вашем сознании негативный фон постоянно вот этого никак не избавитесь это надо просто перетерпеть не торопить события прямо смотреть на это дав есть во мне эта мнительность вся эта дрянь грязь поднимается я вижу но не реагирую на это все это будет победа сколько не реагировать не могут спросили а сколько надо не реагировать пока не кончится а когда кончится не знаю может через месяц а может через два тем не спрашивать проведите опыт и увидите ясно не спрашивайте а когда это кончится вы будете в реальности то а когда будете ждать когда кончится так и будет у все время не выпадаете из реальности я вас хочу в реальное время вернуть хотя бы чтобы было понимание что вы должны вот здесь сейчас бы они ожидать что должно с вами произойти там наперед уже потом будет не знаю что в самом конце будет знаю и вы знаете догадываетесь жизни земной в конце любопытно что животных работ подсознание вот того который у нас у них тоже она есть это эта область этот регион у них работ подсознание направлен на обеспечение безопасности там подсознание спит дремлет когда опасность она пробуждается ответная реакция а у нас постоянно фонит опасность в нашем подсознании в отличие от животных у животных это не пробуждается они не думают что у них там болит не болит вы видели когда им животное кричащие от боли или ноющие поэтому полную ляжет животные спит молчание поток идет видимо врачу и так все время ноет животными если лап прищемить конечно она закричит а так она никогда не звуков не издает а люди все время ноют в отличие от животных так что получить животных спокойно все это переносить тоже подсознание только у нас она направлена на пробуждение без страдания это всякие страхи без заставляют нас все-таки проснуться и что-то искать выхода да то что положительная вещь вам хотел чтобы там все было тихо и спокойно как у животных но уже все выросли и состояние чисто животного переходном находитесь так что в животном не вернулись вас будет беспокоить подсознание будильник будет своеобразный будить вас и дальше она продолжает и мы носим это в себе мы не замечаем ее ведь эта область находится на грани подсознания потому что сознание начеку и не позволяет нам поддаться страхам но они способны вызвать болезнь в один миг я заметила по себе что кое-какие полностью излеченные болезни возвращаются они были излечены а тут начались сначала вот надо сказать чтоб сфере темного человеческого подсознания гнездятся записанные на подкорку зачатки всех ранее перенесенных вами заболевания они записаны на подкорку в памяти они затаять ранее там затаились и ждут только удобного момента чтоб проявиться вновь они там есть все записанные болезни вами перенесенные ранее они записаны там сидят и ждут когда вы обратите внимание на маленький симптомчик из тех таскать ранее перенесенных болезней чтобы вызвать эту болезнь целиком и она станет как бы рецидивом то есть хронический процесс откроется это замечательно крошечные мысли о возможности заболеть может стать сигналом как мгновенному возвращения мгновенному возвращению заболевания чуть-чуть капельку все в это вытаскиваете и только работа на пути сознательной эволюции дает человеку возможность освободиться от этой хронической напасть то все это должно быть подсознание просто уничтожено я сейчас не представляю как я могу вспомнить это болезнь если я начну там вспоминать я специально хочу чем вспомнить не вспоминается потому вспоминаться нечему все это выгорело а у вас это сидит этот гадюшник там все шевелится сидит и сидит и никуда не девается а можно же без этого жить да еще как же вы все больны хронически просто вас в памяти записано вся эта зараза и вы считаете что вы больны всем ну чем угодно там все есть и спрашивайте надо ли к врачам обращаться ночью врач на вас посмотрит на здоровых бесплатные врачи скажешь иди отсюда а платный найдет кое-что ясно нет у вас ничего вообще никакой болезни это одна болезнь единственное но настолько люди прихвачены вот этими структурами враждебными чего все боитесь под вопрос очень простой что боитесь то не могу объяснить да правильно страх он есть страх ну коль сталина путь согласитесь на самое худшее что самое худшее для вас болеть или умереть умереть да или болеть болеть то есть болеть долго до самой смерти и станция большая может быть ну согласитесь примите сказать господи на все твоя воля делай чего хочешь чтобы этой помойки меня не было там который мне жить мешает . пока эти искать я тебя пол господи разберись ты с этим делом ты разберись я не могу а вы нет вы все прислушиваете счет этом ваш шевелиться на какую тему тема там разные бывают а мелодия 1 не хочу быть не строгой не критичный но этот мир разыгрывает комедию перед самим собой это не чистое кривляния просто каждый чувствует потребность разыграть комедию для себя комедия может быть героической драматической трагической поэтической но в 99 случаев и 100 она оказывается любовной поняли люди живут всевозможными состояниями души и их словесными выражениями то есть не живут жизнью то нормальный а живут состояниями души с утра вас одно состояние души днем другое вечером 3 ночью как получится вас разные состояния души вас нет стабильности внутренней нет благодати у вас все время менять состояние души и вы настолько в эти роли в состоянии души это роль вы входите в эту роль и в этом состоянии души играете вот это состояние как там по чехову по станиславского по чехову который актер по миша чехова вот состояние души вот вы входите и играете в этом состоянии души роль там любовницы жены матери там начальницы или подчиненные вот играете в состоянии души так или не так трудно в это поверить но это так когда смотришь со стороны у вас все роли пусть на себя хоть поглядите с прокуренной галерки то как вы играете вот все это отстранитесь и поглядите в траме нашей жизни нет антрактов мы и играем на износ праведники гибнут от инфарктов грешных любит губит спит или цирроз а так под спектакль один праведником тогда инфаркт грешный спит или цирроз выбор небольшой уж делайте дело главное актеры сам знаю играл но вам не всегда был критик мне все время где-то внутренний господь не дури чё ты там в роль вошел а я вижу вошел в роли а тут надо тормознуться а то слишком заиграешься а там глядишь и беда ясно чтобы не заигрываться но мы все играем роли все мы собою не бываем над быть собою а как это быть собою не играть роль а как не играть роли быть собою начнет по пути идти и вот тогда вы найдете того кто наблюдает за тем как вы играете он появится искать все хватит концерт окончен я хозяин и вы будете зритель в театре жизни пусть все играют а ты играть не будешь поэтому все время играем роли глазенками играем роли не знаю жестами поведением и все время роли ко мне как подошла девочка иглы это альсангасе еще меня мама певица папа актер такой вот на сцене играет вот я пошла в щукинская вот в театральной могу ли я идти по пути быть актрисой или меня певицы надо быть девочка хорошая нормальная девочка вот я сразу сказал бы великой актрисой ты не будешь а быть невеликой актрисой не знаю как-то несерьезно если уж кем-то быть только чтобы быть ну ясно она ведь может быть буду певицы ушла не знаю кем она путь певицы это лучше певицы это в реальном времени поется она оперная певица не певица в кабаре а вот оперная это же в реальном времени здесь сейчас вы понимаете да актеры они роль играют разные вот оперный нет ну когда ли это одно в опере там тоже актеры ну ладно все но там в реальном времени это совершенно другая вещь в отличие от эстрадных исполнителей вот такие камерные певцы они другие так что выбирайте люди которые идет в актеры он уже актер по жизни да еще актер на сцене это все конец это погиб человек все конец но почему-то женщина любит актеров мужчина актрис мало любит они понимают что от них толку мало вот почему-то женщин вот видит в красивых актерах толк какой толк где с какого места до таких героические актеры я знал одного певца блестящий простак по перейти простак бонни знаете да это период а как она называется сильва да блестящий актер на его по периферии гоняли потому что он имел один из я такой вот актерский известный так вот он пел такие песни уже плакал прямо мама сдал в этот дом престарелых вот а маме пел песни такие слезы текли вот актеры вот такая наша жизнь актерская трудная судьба вот у нас актерская усил вот у всех вы посмотрите на себя на актеры как вы разговариваете с детьми конечно вот я об этом как посмотрите как выйти с мужем или женой посмотрите как выйти с начальником как с подчиненным какие роли вы так меняете очень быстро кем вы становитесь будьте собой задумайтесь над этим главное развенчать себя вот того актеру или актеришка просто роль фальшивые мы играем все-таки такие актеры не качалов и не пошел на и малый театр у нас и немало и небольшой у нас просто театр жизни и не случайно в древности не любили скомороков который еще актерств в ее родство любит это все это самих близко не подпускали а сейчас актеры нас жить учат выступают рассказывают это элита духовная вроде бы то что сейчас страна актеров так вот жизнь каждого человека действительно спектакль жизнь каждого человека это отдельный спектакль ну мы с детства там с молодостью уж точно это целая ну песня поэма не знаю это спектакль каждый может написать ну пьесу до своей жизни как в какие периоды что у него происходил какие роли он играл как он все это серьезно воспринимал там трагическая любовь но тот вот ужасное что-то прошло полгода уже и нет этой трагической любви иногда подходит ко мне молодые девушки говорит вот нашла своего вот он мой мой понятно что своего не найдешь есть и себя еще не нашла но вот он мой я говорю оставь его а как же он мой я его долго искала я бы мой мой мое дело дать тебе совет твое дело послушать или нет ладно там подходит через год или месяц через восемь лет а вы правы были ли согласились он не мой а так вот сейчас вот все минут на вот мой вот все вот прям но не могу мой каким местом он твой то откуда ты почувствовал что он твой когда душа немножко приоткрывается капельку приоткрывается это начинаешь видеть сеть спектакль видеть истинное положение вещей вот то ты начинаешь наблюдать и за собой вот свое актерство это уже хорошо потихонечку перестает быть актером а то что кругом происходит ты это очень хорошо видишь вот он огромный театр жизни и ты все это начинаешь очень хорошо понимать а когда на себя глядишь и действительно в ситуациях ну которые смешные мужа со стороны души выглядят ты говоришь ну хватит комедию ломать тебе что не надоело что ну перестать и перестаешь и вы так иногда заигравшись все-то и поглядите когда вы слишком увлечены кем-то или чем-то ну критично посмотрите чтобы режиссер немножко хоть выглянул да и сказал это не надо это уберите свет убрать понятно пусть критик выйдет и посмотрит а можно себя же не глядим мы настолько вживаемся в эти роли что нам не до этого чтобы поглядеть со стороны то мы шторком серьезно все это делаем и поэтому это выглядит смешно для зрителя вот почему я не люблю театр меня не заставишь поверить что на сцене что-то происходит я вижу игру вот все я не могу это видеть просто никто и так вживается вот они вот я вот чувствую а я не чувствую и ничего со мной не поделаешь особенно если бывает хороший актер но по-настоящему да актер долгожитель хороший актер то на фоне его все остальные там что ты видишь эти пигмей и все как-то ужасно я не могу никогда решиться театре что это вот театр там вины это жизнь не могу не знаю некоторые уху это хоть ох театра уху там калка замечательно я не могу не понимаю не заставишь поверить я как станиславский не верю и все и многие люди играют ведь всерьез и заигрываются и заигрываются так что совершают в общем непоправимые порой трагические поступки в жизни именно в роли своей и жизни себя лишают вот ну конец свет прям буквально это опять роль входят в эту роль тому примеров много что они готовы жизни себя лишить по-настоящему и только сейчас понимаю что временами ты делал трагедии буквально из ничего вот когда ты вышел из этого актерства и вспоминаешь боже мой делал трагедию на пустом месте трагедия никакой не было это была роль которую ты играл насколько тогда ты был во всем другим человеком то есть человеком совершенно иным сознанием а сознание меняется ты ретроспективно смотришь на прошлой жизни видишь боже мой трагедии какие-то трагедии сейчас ничего не трогает не колышет нет этого и не было была роль а трагедии не было был сценарий кармический ты играл эту роль заигрался а надо было все-таки актерство сбросить и начать понимать кто то и что ты для чего-то сюда пришел ты вот когда-то давно еще до того как я стал на путь сознательной эволюции по поводу нашего актерства и актерство жизни я даже написал стихотворение там были следующие строки глядим себя с прокуренной галерки фальшивим роли господи прости и чей-то тщетный шепот из суфлерки пытается ненужное спасти на суфлерская будка знаете вот когда мы увидимся с прокуренной галерки все наше актерство тогда все пелена спадет хватит играть делом пора заниматься главным делом жизни ради которого мы пришли сюда и мое сознание в общем-то по жизни ты менялась по крайней мере четырежды и я сужу об этом по изменении моей личной подписи она мне менялась просто менялась коренным образом чем менялась естественно что на упрощение я тут недавно посмотрел подписи церковных иерархов там какой-то документ был где они подписывали потом патриархи я молчу в подписи весь человек когда ко мне приходили документы с личными подписями пилотов которые поучаствовали в катастрофах открываю книжку там медицинскую или полетную смотрю на подпись вот человек не понять а в дальнейшем психологическое тестирование там документы вот его видно вот так вот подпись это самописец то есть он себя тут отобразил все его чаты все его качество то не так интересно было вы подпись специально не меняйте если изменится сознание подписи специально не надо этого делать но то но так мне просто рука не выводила тех вот великих загогулин которые я в молодости из себя представлял чем больше накручено тем больше заморочил в голове и я на огромный но заморочек да вот документы если есть подпись и потом вот такая черта над ней вот такая это крыша хороший человек хорошо прикрыть вот он посажен на это место кумом там сватом там это все видно в подписи все а есть вот красивые как вот детскими до президентской мы о президентских подписях не говорим что президент он может мимикрировать может ему надо так подписываться у нее подпись другая я не мог писать по старому у меня какой-то средний вариант подписи был и на каких-то документов там где требуется там финансовая такой средний вариант я помню он очень простой простая волна это не можно подделать легко не будет такой твой пусть может легко подделать попробуй вибрации не вложишь мои я скажу это не моя подпись чем проще она тем сложнее подделать я в свое время ну бы там пошутили я ну не подделал а скопировал подпись главного маршал авиации борис павлович бугаева под одной бумажкой одному товарищу дали тот вообще засоветился всех на уши поднял там вот ну что сейчас грядет что-то потом и дыма пошутили он как же подписи одну подпись бывает верят все в подпись ведь пошутить можно и с подписью что-то 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 что-то